ГТРК Кузбасс 65. Это Вести интервью. С вами Андрей Сверидов. Здравствуйте. Телевидение. Это прежде всего люди. Сегодня вспоминаем Людмилу Филаткину. Но вначале предлагаю посмотреть небольшой фрагмент программы «Урожайные грядки» с участием Людмилы Петровны. Здравствуйте. Сегодня у нас финальная встреча садоводов. И сейчас Людмила Петровна с нами на связи. Здравствуйте. Рад вас видеть. Где вы сейчас живете? Вижу, что не в Кемерове. Я сейчас живу в Калининграде. Почему выбрали именно Калининград? Там теплее, помидоры и огурцы созревают быстрее. Ну, во-первых, здесь очень красивая архитектура. Очень много мест, где можно гулять. А я гулять люблю. А самое главное, тут более мягкий климат, более длительный период вегетации. Представьте себе, всю зиму зеленые газоны. Тут растут магнолии и цветут, каштаны цветут. Тут весной вообще исключительно красиво. Ну и, конечно, для всех растений более комфортная возможность жить. Сколько лет вы отработали на областном телевидении и какими были эти годы? 36 лет отработала. Ну, последние 20 лет я делала передачу «Урожайные грядки». Ну, в работе всегда бывает много курьезных случаев. Расскажите о смешных. Однажды я была в Египте и стою перед скульптурой сфинкса. И вдруг за спиной слышу «Урожайные грядки». А недавно мне один из зрителей моего канала на ютюбе написал «Вы наша огородная мама». Ну, таких примеров можно привести много. Телевидение – это ритм, нервы, адреналин. Но мне кажется, вы всегда были спокойны и сдержаны. Или я ошибаюсь? Да, спокойны, как удав. Особенно приятно было, когда вот-вот выходить надо в прямой эфир, а кто-нибудь из призеров говорит «Вы знаете, я бы сделал не так, как вы, а иначе». Надо улыбаться и говорить «Да нет, всё нормально». Чем сейчас занимаетесь? К дачному сезону готовы? Конечно, и к дачному сезону готовы. И каждый день практически у меня новые сюжеты на ютюбе или на цене. У меня два канала я продолжаю вести. Ну, работы полно. И гуляю много. В театры хожу, в плавательный бассейн, в изо-студию рисую. Раз в неделю хожу рисовать. Много всяких увлечений и интересных дел. Вы ушли с телевидения на заслуженный отдых, но, знаю, ведёте активный образ жизни. Даже в социальные сети выкладываете ролики. О чём они и где вас можно найти? Можно заходить на Дзене и на ютюбе. На Дзене у меня 25 тысяч подписчиков, на ютюбе более 100 тысяч. И найти просто. Людмила Филаткина в поисковике забивайте и, пожалуйста, встречайтесь со мной. Людмила Петровна, вас знают, помнят и любят. Что бы хотелось пожелать зрителям и нам накануне юбилея студия? Во-первых, непременно смотреть передачи кемеровского телевидения, потому что это наши родные, любимые люди, ведущие. Интересные события. Ну и, конечно, здоровья. Что же ещё пожелать? Людмила Петровна, спасибо за этот тёплый душевный разговор. И вас тоже с юбилеем. На этом всё. Больше воспоминаний в следующих эфирах. Увидимся.